Сейчас, как по мне, у нас имеются две самые жаркие киношные темы конца весны и начала лета. Это новый Форсаж 10 или Форсаж X и, конечно же, ремейк диснеевского мультфильма Русалочка 2023. Именно о ней мы сегодня и поговорим. Почему? А потому что данное кино демонстрирует просто что-то невероятное, ну или непонятное, так как кому. Создается такое впечатление, что после выхода фильма, все, что происходило во время суперпровальной промо-компании новинки, было вычеркнуто, и история новой Русалки пошла писаться с чистого листа. Так что за первые выходные, несмотря ни на что, новинка наколотила гигантские деньги, ее рейтинги каким-то невероятным образом взлетели до небес, а Дисней уже потирает руки в восторге. И хочется спросить, как вообще это, черт возьми, произошло? Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. Kiss for Gamers – отличная площадка для всех геймеров, хотя не только для них, ведь тут вы можете найти по лучшим ценам огромное количество игр для всевозможных платформ и сервисов, игровую валюту, ключи, аккаунты или софт. Регистрация на Kiss for Gamers максимально простая и занимает пару кликов, все транзакции безопасны, есть разные способы оплаты, ну а любые вопросы поможет решить качественная поддержка, работающая 24 на 7. А по промокоду Юту вас ждет скидка 10% на все, ссылка в описании. Ну что же, разумеется, вы все уже знаете и много слышали и на этом канале, и где-то еще о ремейке легендарной мультяшной русалочки 1989 года от Диснея, который вышел на мировые экраны 25 мая. Конечно же, главным камнем преткновения новинки был крайне неоднозначный выбор главной актрисы на роль Ариэль, так что оценки зрителей во время промокомпании были просто беспощадными, в то же время критики после допремьерных показов расхвалили новинку, а многие аналитики пророчили, что это кино, даже несмотря на ужасные прогнозы по сборам в Китае, сможет собрать свой миллиард. Что же, наконец-то мы можем от гаданий на кофейной гуще перейти к фактам, ведь первые 4 дня проката фильма позади и уже сейчас можно делать какие-то начальные выводы. Хотя, конечно, первейший вывод, как по мне, это что нужно прямо сейчас, без отлагательств, все-таки нажать на заветную кнопку подписки, чтобы остаться с нашим каналом надолго, ну и, наконец, переходим к цифрам. Итак, после первых 4 дней проката мы можем говорить о следующем. Новая Русалочка сумела заработать на так называемом домашнем рынке, то есть в кинотеатрах США и Канады, сумму в 118 миллионов долларов. Это очень солидные цифры, более того, исходя из них, Новая Русалка стала пятым по величине киношным дебютом на эти даты, правда, разумеется, мировые сборы фильма оказались более разочаровывающими, ведь в остальном мире, то есть в 51 стране, включительно с Китаем, кино заработало куда более скромную сумму, чем в Америке, а именно 68 миллионов баксов. Таким образом, общие сборы новинки за первый уикенд равняются цифре в 186 миллионов зеленых. Много это или мало? Ну, скажем так, это весьма неплохо. И плюс-минус соответствует прогнозам тех, скажем так, аналитиков-оптимистов, которые говорили, что после подобных стартовых сборов в итоге Новая Русалка сможет приблизиться к миллиарду или даже взять его. Напомню еще раз вам, как обстоят дела с внутренней финансовой кухней этого фильма. По обновленной информации, его бюджет на производство и рекламу составил 250 миллионов долларов, то есть примерно после отметки в 450-500 лямов, Дисней начнет получать с фильма прибыль. С учетом того, что почти половина этой цифры уже была взята за первых 4 дня, пока что в Доме Мыши полны позитива. Это классика, сказал Тони Чемберс, глава дистрибьюторского отдела Дисней. Вы спросите многих женщин и мужчин моего возраста, и именно Русалочка и Красавица и Чудовище считаются их любимыми анимационными фильмами. Это история, которая возвращает их в детство, и этот фильм – прекрасная возможность для многих людей передать эту любовь следующему поколению. Так что, видимо, инфа о том, что вскоре нас может ждать Русалочка 2, о чем мы рассказывали на прошлой неделе, весьма близка к истине. Кстати, что еще интересно, если взглянуть на социологию зрителей нового фильма, то он оказался не столько детским, как думалось, сколько женским проектом. Ведь, например, в США 68% зрителей составляли женщины, дети составили 22% публики, ну и, соответственно, оставшиеся 10%, да, были те самые отцы семейств, которые не смогли отмазаться от похода в кино и не успели улизнуть в зал, где в это же время показывали новый форсаж. Ну и еще из интересного – рейтинг новинки как отдельный вид искусства. Вы, наверное, помните, какое безумие с точки зрения лайков и дизов творилось под всеми без исключения трейлерами фильма, когда пальцев вниз было в разы больше, чем вверх, и их количество исчислялось миллионами. Теперь же, заходя, например, на «Гнилые помидоры», мы видим просто что-то невероятное. 67 баллов от критиков и 95 от зрителей. Что это очередные махинации агрегаторов, или публика прям полностью осознала, что была не права, когда оценивала промо русалки, сказать сейчас сложновато, и тем не менее факт остается фактом. Это что касается обстановки по сборам и, так сказать, старту новой русалочки. Сам же обзор фильма ждите уже завтра на канале Movie Maker. Ну а прямо сейчас не забудьте подписаться, поставить лайк и перейти в нашу телегу по ссылке в описании, там еще больше новостей. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.